Добрый день, друзья! С вами вновь Александр. Сегодня я вещаю из столицы города Тирана. И, соответственно, многих интересует вопрос по поводу ПЦР-тестов, стоимости, где это находится, как это находится. Сейчас я вам быстренько все разъясню. Вот мы видим сбоку, справа от вас, аэропорт. И один из трех пунктов о проведении ПЦР-тестов и антиген-тестов. Антиген-тест стоит 15 евро, ПЦР 30 евро. Для нашей страны нам сказали, что надо заплатить 30 евро. На территории мы, когда проезжали, видели три. Выбираете, цены везде вроде одинаковые. Так что приходите, 60 минут платите наличкой и все. Итак, мы попали внутрь аэропорта. На улице жарковато. Здесь работает вентиляция, достаточно свежо. Есть здесь супермаркет Конок, есть парочку кафешек. Самое, на мой взгляд, интересное, что носить маски не обязательно. Кто-то хочет, надевает их. Кто-то не хочет, не надевает. Распределение, наверное, 90 на 10. 90 без масок. Сейчас я вам попробую все это дело показать. Вот, смотрите. Люди, дети, все ходят внутри без масок. Никто не делает никакие замечания. Из плюсов здесь бесплатный Wi-Fi. 60 минут надо ждать для того, чтобы сделали PCR-тест. Стоимость, я уже говорил ранее, 30 евро. Заберем его и полетим к авиакомпании Air Albania. Кто не знал, это достаточно молодая албанская авиакомпания, которая полностью, видимо, принадлежит туркам. Там летают пилоты, борта все от Pegasus и так далее. То есть это Pegasus под флагом Air Albania. Поэтому очень должно быть все хорошо. 30 килограмм багажа туда входит на человека, что для меня достаточно актуально. Цена была очень приятная. И самое удивительное, что Air Albania вообще как бы отсутствует на Aversale Sky Scanner. Это агрегаторы российские, которыми я обычно пользуюсь. Но зайдя на сайт, я увидел, что там есть акционные товары и купил по вполне адекватной цене для меня. Так что, друзья, заходите к ним туда на сайт, смотрите. И там будут какие-то удивительные цены, отличные от Aversales. Те, кто путешествует с детьми, имейте в виду, что делают очень хорошую скидку. Вот Вареньке у нас скоро 5 лет будет, и она летит там с какой-то хорошей скидкой, а не как там обычно 0,5%. Хочу еще отметить, что на входе, на выходе нету рамок, обысков и прочей всякой ерунды, которая там в многих странах представлена. Это я говорю про Россию, Казахстан, про Турцию. Свободно зашел, вышел, хочешь там покурить, пожалуйста. Никаких проблем. Все-таки данная страна, наверное, сейчас в современных реалиях является лучшей в мире. Всем рекомендую, ради этого сюда попасть. Итак, прошли мы паспортный контроль, таможенный и авиационная безопасность. Все было очень мило. Было у нас пару дней просрочено, якобы, за 90 дней, и никто ничего не сказал. Как всегда, в Албании всем на все наплевать. Зона вылета очень прикольная. Есть кофейня, есть дьюти-фри. Дьюти-фри мы посмотрели цены, они, к сожалению, вообще ни разу не дружелюбные. Кофейня, к сожалению, не посетили. Кто хочет сэкономить, напротив аэропорта есть гостиницы, есть кафешки, и там кофе стоит в два раза дешевле, чем в аэропорту. Это пройти там 150 метров. Есть бесплатный Wi-Fi. В принципе, все прям шикарно, мармеладно здесь. Никто никакие вопросы не задает, никому ничего интересно, поэтому ты, как белый человек, сейчас полетишь в страну масок и боли. Итак, началась у нас посадка. Самолет достаточно симпатичный. Есть даже LCD, какие-то панели. Не знаю, работают они, не работают, но состояние достаточно свежее. Шаг кресел уверенный, как Фикасуси. И на входе вот такой подарок. Маска. Вот местная авиакомпания, поэтому добро пожаловать в мир в масок. Экипаж, судя по всему, полностью турецкий. А сейчас в самолете будут поить и кормить. В российских авиалиниках давно я не был, не знаю, кормят на дальних рейсах. В Турции не кормят вообще никогда, потому что ковид. Давайте посмотрим, что же дают. Итак, у нас сейчас с вами будет распаковка еды самолетной. В Аэр Албании. Бутербродик. Водичка тепелена. 0.33, это Албания. Бутерброд, сыр, что-то еще. И сок с вишней. Неожиданно. И сладкая булочка. Я считаю, что достойно на фоне того, что Пегаси в Стамбуле не кормят вообще. Приятного аппетита.